Дорогие наши подписчики, зрители канала FamilyEase и наши будущие блогеры, спасибо вам большое за ваш отклик на наш призыв стать частью команды FamilyEase. Мы получили огромное количество видео и удивлялись и восхищались, какие же вы классные, талантливые, душевные, с какой любовью и заботой вы относитесь к вашим детям. Видео были настолько хороши, что мы решили не ограничиваться тем, что выбрать только одного победителя и постоянного блогера, а в этой специальной рубрике опубликовать самые лучшие видео, которые мы получили. Поэтому смотрите, комментируйте, лайкайте и, возможно, те блогеры, которые будут набирать огромное количество лайков и отзывов, все-таки станут блогерами на постоянной основе. Итак, смотрите видео от подписчиков FamilyEase. Приветствую вас, милые зрительницы канала FamilyEase. Меня зовут Елена Дю, а это моя замечательная старшая дочка Мария. Сегодня мы хотим вам показать, как легко и просто сделать поздравительную открытку к 8 марта. Сделаем для нашей бабушки? Да. Машуня, а ты знаешь, какие обычно цветы дарят на 8 марта? Тюльпаны и ботинежники. Отлично! Вот как раз тюльпаны мы сегодня и будем мастерить для нашей открытки. Нам понадобятся очень простые и доступные материалы. Цветной картон и бумага, детская гуашь, половинка картофеля, объемный двухсторонний скотч, ножницы, нож, простой карандаш и клей. Первым делом мы с Марией складываем лист цветного картона пополам, чтобы у нас получилась основа для нашей открытки. Теперь задача для взрослого. Вырезать форму бутона тюльпана из картофеля. Вот что у меня вышло. Сейчас Машуня намазывает получившийся штамп краской и начинается самая веселая и творческая часть изготовления открытки. Когда штампы высохнут, нужно их вырезать, оставив немного белого поля. Мария рисует листик, а я стебельки. Сейчас мы будем их вырезать. Все наши детали готовы, пора приступать к поклейке. Это занятие хорошо развивает мелкую моторику движений ребенка. Поверьте, создание такой открытки не займет у вас много времени и сил. А ребенок получит огромное удовольствие, а также будет развивать свое воображение. Подобное занятие может стать для вас и вашего ребенка отличной семейной традицией. Поначалу малышу необходимо помогать, а затем он начнет делать открытки сам, в том числе и для вас, милые мамочки. Ребенку будет очень хотеться вас удивить, сделать лучше, чем в предыдущий раз. Ребенок начнет думать, как эффективно использовать подручные материалы. Некоторые листики можно согнуть пополам, приклеив лишь половинку, чтобы букет казался объемным. Также выступающими деталями на открытке будут бутоны наших тюльпанов. А приклеим мы их к основе при помощи объемного двустороннего скотча. Клеим табличку с надписью «Любимой бабушке». Ее вы можете распечатать или написать самостоятельно. А также заменить любым другим текстом. Мария решила дополнить композицию еще одним листочком. И подарок нашей любимой бабушке готов! Не стоит недооценивать влияние творчества на детское развитие. Вы только подумайте, что, казалось бы, такое простое занятие, как изготовление поздравительной открытки, поможет нам вырастить малыша творцом своей жизни, умеющим придумывать, видеть новое в привычном, экспериментировать, быть целеустремленным, создавать в своей жизни красоту и добро. Открытки, сделанные руками ребенка, это невероятная ценность. Это лучший подарок. Сохраняйте их, и когда ваша кроха подрастет, пересматривайте вместе всей семьей. Итак, вот такая замечательная открытка у нас с вами сегодня получилась. Машуня, тебе понравилось делать открытку? Очень! Мы желаем вам и вашим малышам вдохновения, а также поздравляем вас с наступающим международным женским днем. На сегодня у нас все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok